Мои любимые колёчки! Какой размер ножки у вас? 36! 36! Ну что, посмотрите, как будет кататься Александра Бойкова с Дмитрием Козловским под руководством тренеров Тамары Москвиной и Артура Мечука. И, может быть, вы что-то такое позаимствуйте, и мы вас научим тоже делать какие-то фигуры. Поехали! Как зовут вашего коптера? Андрюша. Ну, слушай, давай Андрюша, правда. Андрюша, Андрон, Андрюша. Так, всё, Андрюша, так, отошёл от меня. Я сейчас выхожу на лёд и начинаю тренировать. Так. Сейчас Россия отстранена и изолирована от многочисленных мировых процессов, в том числе и от международных соревнований. Что происходит с фигурным катанием сегодня? Мы это знаем давно и, соответственно, как в любом деле, сразу предприняли определённые мероприятия для того, чтобы убрать негативное влияние этой ситуации на развитие нашего вида спорта. И прежде всего Федерация фигурного катания России, Санкт-Петербурга, Москвы и других крупных городов и регионов посмотрели на существующий календарь соревнований в каждом отделе. И разработали такой календарь для того, чтобы соревнований для спортсменов высокого уровня и спортсменов различных уровней было больше. Потому что для спортсмена, когда он выходит на старт, для него неважно, что его окружает, какой город, какая страна. А ему важно, что он находится в рамках спортивной площадки, у него хороший лёд, есть зрители, есть судьи, которые оценивают мастерство. И есть конкуренты, они не находятся вместе с ним на площадке, только на разминке, но спортсмен знает, с кем ему приходится бороться опосредованно, не в прямую, не как в боксе, нет личного контакта. Вот и всё. То бишь надо знать проблему, надо придумать, каким образом нивелировать негативное влияние этой проблемы или разрешить эту проблему таким образом, чтобы положительное влияние от тех мероприятий, которые придуманы, было больше, чем негативное влияние. Вот и всё. А что вообще ваши воспитанники говорят? Насколько эта ситуация с отстранением от международных турниров на них влияет? Они ничего не говорят, они готовятся к следующему старту. Дальше. Следующий старт к следующему сезону, к следующим Олимпийским играм. У нас идёт работа по подготовке спортсмена высокого уровня, не только на этот сезон, не только на следующий, но главная задача – это достойно подготовиться к следующей Олимпиаде. Следующая Олимпиада – 2026. Спортсмены, естественно, ребята спрашивают, ну как вот вы думаете, какие планы по тому, когда мы сможем выйти в международную арену? Но в основном они не спрашивают, они просто заходят в интернет и считают постановление Международного союза конкоберсов и Международного олимпийского комитета. Важную вещь вы сказали, что вы всё равно готовитесь к играм 1926 года и ничего не меняется в планировании и в подготовке. Естественно, потому что сейчас, если, допустим, остановить подготовку или подумать, ну вот, давайте подождём, когда скажут, что спортсмены, ну фигуристы российские смогут выступать на крупных международных соревнованиях. Вот мы тогда и выйдем. Тогда мы и начнём. Но это глуповато, честно говоря. В своей профессии каждый должен думать, несмотря ни на что, продолжать развиваться. Точно так же и фигуристы думают, каким образом пока мы дома разработать сложные элементы, придумывать новые программы, показательные выступления, и постараться всеми теми способами, которые у нас есть, хотя бы даже просмотром наших внутренних соревнований онлайн, заставить международную общественность фигурную смотреть, как мы развиваемся, куда мы идём, и заставлять специалистов и руководителей Международного союза крикобежцев раздумывать о том, каким образом нас быстрее вернуть. Потому что я не могу сказать, что без нас не обойдутся. Обойдутся, но интереса как такового любителей не будет, потому что искусственное ограничение конкуренции, искусственное ограничение уровня технического мастерства, артистического, оно не способствует развитию спорта. Это идёт разминка, они разминаются пока шагами. Тамара Николаевна, а можно я уточню, поскольку мы с вами встречаемся как раз сразу же после прыжкового турнира, где две ваши пары выступали, как вы оцениваете результаты ребят и то, что они показали? Потому что был элемент ультра-симы, к примеру, как раз у Байкова. Эти соревнования оценивались по правилам Международного союза крикобежцев. А там есть таблица, по которой базовое исполнение, то есть простое исполнение элемента, оценивается, допустим, определённой суммой баллов. А если, например, этот элемент делается дополнительно со шпагатом перед подкруткой, либо с ловлей партнёра деликатно, партнёша в воздухе, с тем, чтобы она не касалась. То есть есть определённые качества. И если этих качеств нет, то спортсмены получают базовую оценку. А если они, например, допускают какую-то неточность, то с этой оценки снимаются дополнительные баллы. И на этих соревнованиях я определялась, что на данный момент, согласно правилу СУ, выгоднее, целесообразнее сделать очень высокого, ну, сложный элемент, но очень на высоком уровне, либо сделать рискованную трасси, которая ещё недостаточно доработана. Ну, риск – дело благое, но, как показывают другие сферы деятельности, даже финансы, всё-таки риск благое, но надёжность, она надёжна. Но если молодёжь не будет рисковать, и если мы тренеры, а мы ещё молодёжь, если мы не будем рисковать, то как пройдёт развитие? Потому что всё равно когда-то несколько пар, несколько спортсменов будут делать сложные элементы. Куда дальше идти? Их, конечно, можно сделать такого же уровня, но с улыбкой на лице, а можно сделать более сложной. Кто будет вот этим пионером, который рискнёт и сделает? Совсем скоро чемпионат России по фигурному катанию. С каким настроем вы едете на чемпионат, и что вы думаете про ваших конкурентов, или вы о них вообще не думаете? Ну, мы едем туда с хорошим боевым настроем делать свою работу в первую очередь. Всё будет зависеть от того, кто как выложится, и в первую очередь мы концентрируемся на себе, конечно. Ну, спокойно. Для нас это уже далеко не первый чемпионат России. Мне кажется, это для нас будет какой-то шестой или седьмой? Шестой. Шестой. Шестой чемпионат страны. Это ключевой, мне кажется, турнир этого года для российских спортсменов. Поскольку вы уже выполняете элементы ультра-Си, и эти как раз четверные выбросы, подкрутки, когда мы сможем их увидеть уже в программах на постоянной основе? Ну, знаете, элементы ультра-Си — это настолько сложные элементы, что даже одиночники решают непосредственно в день проката, что и какой контент они поедут, сколько четверных они поедут. Потому что ты никогда не знаешь, в каком состоянии ты проснёшься. Когда ты катаешься в паре, тут надо, чтобы не только ты был в хорошей кондиции, но ещё и твой партнёр, как и физически, так и морально. Поэтому так загадывать очень тяжело. Если мы чувствуем в себе силы, если мы чувствуем друг друга, ощущаем определённую уверенность, то мы, конечно же, пойдём на усложнение. Но если мы чувствуем, что нам нужно сосредоточиться на чистоте исполнения всей программы целиком, и при добавлении элемента ультра-Си что-то может пойти не так, то, конечно, мы выберем чистоту исполнения. Мне кажется, что именно в вашей паре есть какое-то особенное взаимопонимание. Мы друг друга знаем давно, и мы хорошо общаемся, дружим. Поэтому, в принципе, нам кажется, что без хороших каких-то взаимоотношений не льда, невозможно хорошо работать и тренироваться на льду. То есть ты должен в любом случае подходить к уважению к человеку, потому что это же не предмет. Конечно. Основываясь на позитивной энергии, работа будет ведаться лучше. Поэтому мы стараемся насыщать и наполнять нашу рабочую атмосферу на этой арене позитивной и положительной энергией. Ребята, спасибо вам большое. Успехов. Спасибо. Мы с вами за кадром считали, сколько лет вы занимаетесь тренерской деятельностью. Вы сказали, что с 70-го года вы тренируете. Вы всегда были очень миниатюрной, очень хрупкой. Это ничего не имеет общего с характером. Когда вы только начинали работать тренером, у вас не было опасения, что для спортсменов, которые зачастую вдвое выше, чем вы, вы не станете авторитетом, например? Ну, я вообще не думала про авторитет. Первое. Когда ты начинаешь работать, и работаешь, что-то другое нужно о том, чтобы, так сказать, выполнить свое предназначение или свое желание. Для меня это была, ну, как сказать, интересная деятельность. Поэтому какой есть у меня авторитет у спортсменов, нет авторитет. Я старалась сделать так, чтобы своими замечаниями, своими планированиями, работая с ними, общением, чтобы они тоже были заинтересованы и шли туда, куда вела я. Я смотрела на тех спортсменов, которые были наверху в нашей сборной, и думала, вот как работает, условно, Станислав Алексеевич Жук, Татьяна Анатольевна Тарасова, Елена Анатольевна Чайковская, Кудрявцев Виктор Николаевич. Как они работают, что их спортсмены так хорошо катаются? Это для меня было, ну, как бы сказать, целью. Вот как они работают, что они делают, какие упражнения? Ну, естественно, сначала я использовала только то, чему на меня научил мой тренер, Игорь Борисович Москвин, а до этого Иван Иванович Богоевленский, мой первый тренер, детский тренер. Но я сказала детский не потому, что он, типа, не того уровня, а именно потому, что он нам, детям, привел такую любовь к фигурному катанию, такой интерес, что я хотела и продолжать кататься, тренировать, быть тренером, потому что он меня увлек вот этой своей педагогической деятельностью. Ну, я сейчас говорю педагогической, а на самом деле тогда просто было интересно бегать на каток, тренироваться. Вот поэтому насчет, как вы сказали, престижа профессии, если я видела, что, например, мое какое-то замечание не доходит до спортсмена, и спортсмен, ну, не придает значение, я заходила с другой стороны, нас же так учили, если прямую не получается, зайди справа, если справа не получается, зайди слева, перепрыгивай, зайди сзади, но все равно добейся. Но если мне очень хочется возвыситься над спортсменом, я могу привстать на цыпочки, так, или, например, иногда я, допустим, даже забираюсь, вернее, иду на второй этаж, где у нас балкон, с тем, чтобы спортсмены смотрели на меня снизу вверх. Но это не потому, что я хочу, чтобы они на меня смотрели снизу вверх, кто я была наверху, я просто их приучаю смотреть на зрителя. Зритель и руководство где сидят? Они сидят не на первом ряду, они сидят значительно выше, где вип-места. Вот я и говорю, вы смотрите туда наверх, потому что там сидят главные зрители и руководство вашего вида, и вы будете своим взглядом гипнотизировать. Вот видите, какое я уделяю вашему... Ну, это шутка, конечно, но вот так вот. Так что для поднятия... Вы мне подсказали, для поднятия моего престижа мне нужно идти на балкон, чтобы на меня смотрели снизу вверх. Позиций поделываем! Мы должны так работать, чтобы спортсмен хорошо выступал, спортсмены любили. А мы можем стоять и, как сказать, на вторых позициях. В частности, мы здесь работаем вместе с тренером Артуром Менчуком. Мы стараемся сделать так, чтобы у нас была повторяемость результата. А повторяемость результата, то есть один, второй спортсмен высокого уровня, это говорит о профессионализме. Это получается, что мы хорошие тренеры, потому что у нас идет повторяемость результата. Вот мы сделали, условно, одну хорошую картину, или, допустим, вырастили одну хорошую пшеницу, условно, или там, допустим, какую-то машину сделали, и потом качество сохраняется. Но бывает так, что один раз урожай есть, а второй раз урожая нет, кто виноват? Ну, начинаешь говорить, погода, или там не те спортсмены, или, допустим, вот, условно, лед был плохой, как некоторые говорят. Значит, мы не учли все составляющие, компоненты не учли для того, чтобы наши фигуристы выступали достойно. Здесь и здоровье, и костюм, и настроение, и образование, и воспитание, и, как сказать, предусмотрительность тренера, и окружение. Нет, то есть столько компонентов, что, если сейчас я вам их все перечислю, ну, это, считай, учебник. Вы тренируете сразу же несколько пар. Как вообще вам удается за всем уследить, и на таком высоком уровне этот процесс вести из года в год? Технически у нас, я говорю Артуру, он говорит мне, мы только обмениваемся на чистом русском литературном языке, что нам делать, какой план, с кем, что делать и так далее. А аппаратура, которую мы используем, это у меня есть такой свисточек, потом Артур использует что? Камеру использует. Мы обсуждаем все и с ребятами, и между собой, потом выбираем каждому по паре, делаем то, что запланировали, потом меняемся, потом опять меняемся. У вас большой тренерский опыт. Последние годы вы работаете как раз в паре с Тамарой Николаевной, у которой гигантский тренерский опыт. Чему самому главному, если это можно как-то сформулировать, вы у Тамары Николаевны научились? Спокойствие. Могу еще кучу факторов, которых я перенял, но, наверное, самое главное, правильный вывод из той ситуации, которая в данный момент присутствует. Есть моменты, где нужно правильно встать боком, это, мои главные, так? Это очень видно. Конечно, ему надо знать, где встать, потому что, смотрите, он такой большой, а я, если выйду и встану на одном уровне с ним, то я вообще-то очень мелкая, маленькая, так? Ну, я говорю, Артур, присядь. Я обычно немножко сзади, потому что мы когда встаем, а так, то есть не очень красиво. Очень красиво закрывается Тамара Николаевна, да, с широкой спиной. Ну, я не против даже, если вот так Артур встанет в камере, а я так спрячусь. Ничего страшного. Нам главное, чтобы фигуристы показали свое лучшее катание, чтобы они порадовали публику, зрителя. Мы работаем здесь, ругаем, тренируем, что-то создаем. А во время старта мы должны отойти в стороночку, успокоиться, сделать привлекательное выражение лица и смотреть, как то, что мы вместе сделали, чтобы они донесли до публики, до судей и до миллионов телезрителей. Я уже упоминала, что у вас сейчас три пары Байкова-Козловский, Мишина Галямов и Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Но Ясмина еще в прошлом сезоне каталась с другим партнером. Он уехал из страны, и вы нашли для нее другого партнера, это Валерий Колесов. Как происходил вот этот момент выбора? Потому что вы сделали его очень быстро, насколько я поняла. Ну, прежде всего, наши тренеры смотрят спортсменов по веса-ростовым соотношениям. Потому что, может быть, симпатичный мальчик или симпатичная девочка, но если их поставишь вместе, они либо по возрасту не подходят, либо не подходят по веса-ростовым соотношениям. А, простите, а можно техническую деталь, которую я хочу как зритель уточнить? Разница в весе, она какая должна быть? Там же какая-то формула, это же цифры. Нет, ну, приблизительно 20 килограмм, 25. Но когда, например, девушке 13, 14, 15, 16 лет, она может быть миниатюрной, ну, стройняшкой. А потом природа берет свое, и даже если мы посмотрим на папу-маму, то потом ребенок совершенно может походить на бабушку или на дедушку. Никто это, природа, она нам не раскрывает свои секреты. Хотя кое-что можно предугадать. А когда мы соформируем пару, конечно, хочется, чтобы она жила долго. То есть типа была, чем дольше спортсмены вместе катаются, тем лучше результат. Или молодой человек, например, мальчик, ну, худенький, такой, хиленький, но в зал пошел, немножко поработал, поработал, поднимал не только неживой вес, но и живой вес партнершу, и смотришь, стал красавцем, вырастил, вырос, все. А если спортсмены, девочка и мальчик одного роста, то очень сложные элементы, например, поддержки, подкрутки, очень сложно делать, потому что, ну, представьте, человек на коньках, мальчик на коньках, скользит, ему нужно эти 50 килограмм взять в руки, потом поднять или бросить, потом снова поднять и поставить. Ну-ка возьмите, пойдите на каток, молодые люди, пойдите на каток, возьмите, например, ну, гирю, ну, килограмм, например, или огромную бутылку пива, например, так, я не знаю, сколько это, трехлетовые, и катитесь, и подбросите это пиво, и поймайте, и разбейте бутылочку, ну, не бутылочку пластиковую, бутылку ни в коем случае. Ну-ка, скажут, ой, тяжело, а тут же живая, живой человек, вы же за нее ответственны. Если вернуться к Валерию Колесову, я поняла, вес, рост, и ваши коллеги смотрели... А Колесов тоже, он со своей прежней партнершей... Они тоже разошлись как раз. Они разошлись, и он искал партнершу, а наши тренеры, ну, знают, кто ищет, потом есть же в интернете какие-то сайты, поиск партнеров и так далее, поэтому мы рассмотрели несколько... Я знаю, что есть сайты для поиска партнеров по жизни, а есть такие же для поиска партнеров в спорте. Конечно, и они международные даже, потому что очень сложно. Ну, давайте так, я спрошу вас чисто по... Ну, так, по бытовому. Вот среди окружающих вас, в вашей телевизионной компании молодых людей, вам очень многие молодые люди нравятся. Честно сказать. Честно сказать. Вот так трудно. Ребят без обид. Да. Ну, нет, эти такие хорошие, эти мне нравятся. Вот, конечно. Ну, а с кем-то вы связать или доверить свою жизнь, ну, долго будете думать. А тут надо найти человека, с которым будет интересно кататься, потому что они очень много времени проводят вместе дальше, который будет не бояться девочка, когда ее будут бросать и ловить. Они должны находить, как сказать, такие отношения между собой и так взаимодействовать, чтобы не ссориться. Потому что ссориться, это значит терять время. Потому что когда одиночник катается, ему сказали, он делает. Ему не с кем ни поговорить, ничего, ни поссориться, ни что-то обсудить. А тут два человека вышли, обсуждают. Ну, ты где вчера вечером был? А я вот здесь. Слушай, ты не туда поехал? Нет, ты не туда поехал. Нет, ты ногу поднял, нет, а я не подняла. Вот ты так меня бросил, что я упала, а ты, нет, ты не туда, не так бросил. И вот это все продолжается. У нас же нам какое-то взаимодействие. Вот поэтому ребята посмотрели, нашли и спросили. Ясмина, Яся, вот такой, ну да, может быть, Валера тебе. Давайте попробовать. Ну, те элементы, которые у них уже налажены, попробуют. Ну, и потом начинается длительный процесс привыкания друг к другу. Так что вот у нас образовалась такая пара. Они хотят вместе кататься, выступать очень успешно. А куда покажет время. Все думают, что вот тренеры у нас такие серьезные. Твердитые ругают спортсменов, бьют их щелбан. Ну, у нас есть такой приемчик, если какая-то ошибочка, сделать щелбан. Вот подходите ко мне. Я готова. Так, вот так. Вы как будто бы сделали, ну, вот у вас прическа немножко по-другому. Значит, я делаю так. Так, ты почему сделала такой плохой прыжок? Так, получи наказание. Оп! И все. Нокаут. Нокаут. Так, ну, это шутка. И вот так мы, молодежь, которая еще не знает, мы... Так, Валера, иди сюда. Почему ты не сделала сейчас поддержку? Вот так сделала. Пальцы. Ребят, значит, смотрите, в жизни миллион каких-то сложностей. Маленьких, больших. Вам нужно свою партию делать всегда. А ты какая-то маленькая сложность. И ты уже, ой, лапки кверху. Да вот так спортсменом высокого полета не станешь. Понял? Понял. Про вас и про Алексея Мишина, когда вы оба ушли из одиночного катания и стали в пару, сколько времени вам понадобилось для того, чтобы скататься и уже чувствовать себя настоящими партнерами? Ну, это быстро, потому что мы были достаточно... Я-то уже выступала в паре один год с Александром Гавриловым. Ну, не один год, полсезона. А Алексей был хорошим одиночником. И мы в этом же сезоне, мы встали, ну, по-моему, весной что-то так. В декабре, по-моему, мы уже выступили на чемпионате СССР и выступали уже на чемпионате Европы. Ну, быстро, потому что у Алексея хороший характер, ну, и у меня не очень плохой. Потом мы были оба взрослых, когда мы встали в 64-м, по-моему. В общем, нам было уже по 23-м. Но он вас в шутку называл геронтологической парой. Геронтологической. И он был достаточно умный, и я тоже не очень глупая. Мы подумали, нам надо быстрее, потому что я была замужем, и Алексей был женат. И поэтому он говорил, так быстрее надо отработать, быстрее сделать все, что нам нужно, и домой. Вот и все. То есть у нас был стимул, чтобы то время, которое мы проводили на льду, его успешно использовать. И потом Алексей мне как-то сказал, «Тамара, слушай, ну, если даже тренер говорит какой-то бред, давай потратим одну минуту, сделаем то, что он просит, и либо тренер убедится, что то, что он предложил, не очень интересно или не получается, либо мы сами увидим, что это интересно». То бишь никогда не надо бояться пробовать. Я ребятам так же говорю, «Ребят, ну, если вы не хотите, вы подарите мне три минуты, сделайте, пожалуйста, вот этот элемент, и увидим, возможно это сделать или невозможно». Дима, лицо! Так, и пауза на приземлении, и раз! Так, это был Тодес, Тодес назад-внутрь. Вы скажете, «А какая разница Тодес назад-наружи?» Вот посмотрите на меня, у меня на коньке, на лезвии два ребра, наружнее там выемочка между ребрами, а вот это внутреннее. Вот я сейчас, смотрите, еду, сейчас еду вперед, вперед внутрь, а сейчас я поеду вперед наружу, на наружном ребре, а сейчас я поеду назад наружу, смотрите, наружу еду на наружном ребре, а сейчас я поеду назад внутренно на внутреннем ребре. а для того чтобы вам было понятно сейчас я вам покажу так вот теперь смотрите вот вот конек лезвие и вот здесь видите вот так вымочка здесь вот это наружнее ребро кромка вот это внутреннее ребро а вот это зубчики андрей ты понял нет ты какие хочешь такие же кайки следующий раз придешь мы тебе дадим организуем чтобы тебя были крошечные коньки и очень симпатичная привлекательная партнерша гарантирует алексей мишин тамара москвина их тренер тренер сборной ссср игорь борисович москвин игорь борисович москвин ваш тренер и ваш супруг насколько у вас как в тренере много от него потому что вы же к нему пришли когда вам было 16 8 или 7 лет поправьте меня он вас тренировал и потом вы уже стали мужем и женой он оказал на меня очень большое влияние потому что надо было две жизни одна жизнь спортивная другая жизнь семейная мы старались с тем чтобы наша жизнь которая продолжалась 56 лет с единственной ссорой единстве ссоры и с семейными достижениями это 56 лет совместной жизни двое детей но сейчас уже внуки внуки сейчас я про внуков что не буду говорить чтобы народ считал что я еще очень молодая так дочки и вот это мое главное достижение в жизни потому что спортсмены приходят и уходят медали завоевываются и вешаются на стенку либо кладутся в коробку а семья она ты в семье живешь все время и вот этот при наших при нашей работе связаны с какими-то командировками с углубленностью в жизнь спортсменов и большего и когда ты больше внимания оказываешь своим ребятам с которыми ты работаешь фигуристом они своим детям вот это такой конфликтная ситуация и вот это нам с игорем удалось сохранить и вот это мое главное достижение потому что ничего нет крепче семьи и это и есть тот тыл который позволял и ему и мне очень успешно работать но я конечно должна сказать само собой благодарность своим родителям которые сказали амара это очень порядочный достойный человек ты на наверняка с ним будешь счастлива и отпустили в семью игоря ну в смысле к нему и мы жили вместе с его мамой александрой васильной москвиной жили в таких в тогда условиях на петроградской стороне проходная кухня комнатка для свекрови 9 метров она отдала нам сыгрим комнату в 16 метров без ну помещение без душа без как сказать с печным отоплением негде было поставить холодильник он у нас был за окном так как носим это история мы были счастливы в нас двое дочек анна и ольга я сейчас про дочек обязательно спрошу могу ли вам задать личный вопрос если не хотите не отвечаете сначала работали как тренер и спортсменка в какой момент чувства возникли я вышла замуж 23 года 23 до 23 тогда это уже было поздно тогда девушка выходили замуж раньше но я уже была взрослый взрослым человеком уже закончила институт занималась подготовка диссертации то есть была сама стану самостоятельным человеком поэтому наверное под под конец под конец карьеры одиночного катания просто любопытно кто сделал первый шаг все равно же вот одно дело рабочие взаимоотношения конечно мужчину конечно поскольку у вас двое дочерей у которых родители постоянно были где-то ну где-то на катке и очень сложно я так полагаю выстраивался процесс воспитания детей как вы все-таки совмещали и не было ли у дочек обиды на родители которые обиды было и ревность бывает всегда допустим я говорю там оля делает то-то 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 . ладно иди учи своих учеников был такой ответ естественно что допустим мне удалось сделать это мы тренеры занимаемся и находимся вместе с другими с чужими детьми и их не только учим кататься но и воспитываем так сложилось что у моих дочек были свои воспитатели у анны это преподаватель по музыке а у а оли репетитор по истории кпсс с этими преподавателями которые были значительно старше моих дочек но естественно это уже были сложившиеся возрасте возрасте преподавателей вот у моих дочек сложились какие-то такие очень тесные взаимоотношения эти преподаватели отдали свое сердце отдали свое внимание моим дочкам взамен компенсировали чувств которые и внимание которое я отдавала всем тем фигуристам которые с которыми я когда-то одна которых тренировала сейчас тренирую другими у нас хорошие дочки которые теперь нас наверно простили чтобы занимались самое интересное что они не очень следили за нашими достижениями в спорте вот например и давно то есть когда были золотые медали олимпийских слега что-то такое да не интересовались вот однажды лет всем там пять тому назад ну всем может одна из дочек говорит мама я пошла в интернет там про тебя 45 страниц то есть человек не интересовался внезапно и очевидно было какое-то отторжение наших ну это нормально ничего страшного вы уже сказали что вы бабушка причем у вас две внучки один внук правильно про возраст мы не говорим вы с внуками успели несколько ну как сказать реабилитироваться с девочками с дочками не не успевали нет нет не успела потому что у моих внуков есть родители пусть они занимаются ими вот но я конечно посылаю какие-то может картинки а потом думаю насильно мил не будешь если дочки будут каким-то образом рассказывать своим детям о нас хорошо не растут ничего страшного никакой обиды нет абсолютно был период времени когда вы тренировали две прекрасные пары стихурули для тренировала несколько раз по две прекрасные пары оксана казакова артур дмитриев это раз еще раньше у меня катались елена бечки денис петров вместе с арт с натальей мишкутенов артур дмитриев я пыталась всегда чтобы у меня в команде было по две пары потому что с одной во первых скучно работать а во вторых как если ты раз одной скучно работала не живите на конечно а если у тебя две спортивные то пары то ты готовишь двух сильнейших пар в стране и в мире в городе естественно это интересно и это сама организация сама ситуация конкуренция в группе вот и что вы хотели спросить я хотела спросить когда вы тренировали бережную сих рулидзе к вам же елена бережная пришла после очень тяжелый черепно-мозговой травмы это было не травма не я тогда и вы не имели отношения к ним когда они были не вашими спортсменами но именно вы тот человек который помог елене бережной вернуться в спорт очень же страшно когда вы понимаете какая на вас лежит ответственность мы с антоном сих рулидзе который еще не начинал с ней кататься а только немножко за ней ухаживал платонически и мы делали все я водила ее в институт мозга к врачам потом когда лена немножечко поправилась а нас быть я хочу прийти на каток мы говорим ну приходи она стала смотреть как только катается потом раз потихонечку положила ногу на борт начала разминаться и так далее потом говорит я хочу покататься тамара николаевна сразу представила вот такую сеточку тюремной решетки и подумала так после того как я знаю что какой у нее диагноз я пошла к врачу в институт мозга стала разговаривать с доктором а доктор говорит вы знаете чем быстрее вы ее ведете в привычную обстановку это поможет ей восстановиться и вот лена начала кататься вдоль бортика вот так еле-еле переступая 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 поехала мы все вот со страхом смотрели как она это продолжала продолжала естественно врачи смотрели и в конце концов она начнет сходить кататься и говорит тамара николаевна а можно я попробую прыгнуть ну но она уже хорошо как-то скользила то есть никаких у нас планов типа вот она будет кататься будет соревноваться ну вообще не было она постепенно то есть прыжочки потом стала скользить а можно я с антоном прокачусь и пароль они стали скользить параллельно весь народ на катке вот так на них смотрел потому что это было удивительно люди никогда не катались вместе и они поехали как будто они всю жизнь скользили у них было одинаково синхронное катание ноги и руки поднимались одновременно на одинаковую высоту такая красота и пошло поехало и вот они стали кататься и стали олимпийские сначала серебряными призерами олимпийских игр и потом олимпийскими чемпионами лена здесь на этом катке тренирует и тренирует да сегодня для своих спортсменов о чем вы мечтаете и чего вы им желаете о чем мечтаю я не мечтаю я делаю первое мы обычно собираемся с тренером я говорю вот там какие-то программы такие-то музыки такие-то элементы такое-то воздействие психологическое такое воспитательное и так далее и а желаем самое главное чтобы они вызвал выполняли свое предназначение каково их предназначение их предназначение доставлять удовольствие публике которая придет смотреть соревнования или показательные выступления второе быть мотивационными героями чтобы дети восхищались их выступлениями и и для них они становились моделью с тем чтобы за ними шло следующее поколение а наш вид спорта это не только здоровье это и фрагменты искусства фрагменты взаимодействия дипломатии дальше образование воспитания представление контактов всего 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 и в том числе умение распоряжаться своим времени умение находить силы для того чтобы двигаться вперед даже если у тебя какие-то неполадки или какие-то недостаточные хорошие по их мнению результаты вот что мы желаем спортсменам а для себя чего хотите для себя а что я хочу а что ну что я хочу ну перри прежде всего самое главное тривиальный тост за здоровье остальное как мы говорим все купим либо обойдемся обычно делаем так чтобы следовать второму условию потому что чем меньше хлопот тем лучше раз для того чтобы у меня в жизни оставалось время чтобы заниматься тем что я люблю а я люблю быть связаны и с балетом и с музыкой из психологии с психологией и с искусством было искусством вести за собой молодежь причем молодежь разная разных поколений а я все равно где делаю что-то то же самое и в то же время тоже с ними расту потому что я все время учусь время меняется ситуация стране в мире где вообще меняется все и мы нет я не должна оставаться на том же уровне и говорить ну вот при царе горохе было так то мы делали то-то надо идти в ногу со временем и вот это и есть то что я хочу чтобы иметь достаточно хорошее здоровье и мотивацию и не отставать от жизни идти как сказать идти так чтобы молодежь говорю ну вы даете бабушка тамара влада про бабушку может и не записывать это так уже кокетство хочется вам сказать на эти ваши ученики называют вас тамарочка я не имею права вас так называть поэтому я скажу там марочка николаевна спасибо вам огромнейшее спасибо когда мы с вами писали первую часть интервью финале нашей беседы вам пришел штраф это штраф был за превышение скорости уже известные автомобилист но когда я за рулем слушаю музыку или думаю вот какой элемент вот сюда поставить друг иногда просто я не на руку я не злостный нарушитель не менее но иногда заметил знак ну и не успел притормозить но вообще я стараюсь быть законопослушным водителем пристегиваясь ремнем за рулем хочу в жизни успеть не только поработать но и иметь все те удовольствия которые хотят иметь другие люди что вы думаете их в мире и а и и и и и и